Холодное Торжество Наш любимый Эренделл и пролив рядом с ним. Но постойте, это же не пролив, а залив получается. Но на карте, которую мы увидели во второй части Холодного Сердца, именно пролив. Что это за ошибка анимации? Ошибка картографов Эренделла, намеренное искажение правды о существующем проливе, по которой напрямую можно попасть в темное море. А может об этом проливе никто и не знал? Эта теория кажется невозможной, но в этом и есть какая-то логика. Все считали, что они отправились через Южное море. Корабль наших родителей. Разве Южное море здесь? Возможно именно потому, что другого пути, по их мнению, просто не существует. А что если эта карта и странный пергамент, написанный на непонятном языке, попали к королю Агнару и королеве Идуни буквально накануне этого путешествия? Именно поэтому они снарядились в экспедицию к загадочной реке Актахалин. Но почему они не рассказали своим дочерям о том, куда направляются? Да, их желание защитить девочек можно понять, но в итоге все вылилось в куда более опасные, даже почти смертоносные приключения. А многих проблем можно было бы избежать, если бы король с королевой были более честными со своими детьми. Итак, что же произошло во время их путешествия? Они отправились на север в Актахалин в поисках ответов о силе Эльзы, которая с каждым днем все больше росла. Но что же случилось потом в темном море? Силы стихии, защищая свои тайны, не могли позволить добраться до запретного места. И корабль накрыла огромная волна. Родители Эльзы и Анны погибли? Все так и решили. Но я приведу несколько доводов, опровергающих их гибель. И Дуна с детства ладила силами природы. Возможно, больше, чем все остальные. Это было представлено в трейлере. Но по каким-то причинам эти эпизоды были вырезаны из основного мультфильма. Почему? Возможно, не хотели рассказывать о силах, которыми она обладала. И которые она до самого конца так умело скрывала от всех. Благодаря своему пению она могла призывать силы природы для помощи. Мало того, и Дуна спасла своего потенциального врага, молодого принца Агнара. За что силы природы одарили ее дочь волшебными силами. Как мы видим, силы природы не хотели гибели ни одного человека. Именно поэтому они опасались за жизнь жителей Эрендала. Выгнали их из дома и отправив их на возвышенность. Видимо, зная о грядущей опасности в связи с разрушением плотины. Также за 36 лет в волшебном лесу не погиб ни один человек от силы природы. Именно поэтому они не могли допустить гибели всей команды, включая короля и королеву. Корабль не затонул, это факт. Он попал на берег Нортундры, но уже без людей. Из-за волшебного тумана они не попали на берег. Но куда они делись? Давайте подумаем, если бы силы природы позволили бы им вернуться. Что бы сделали Едуна и Агнар? Наверняка снарядили бы новый корабль и вновь отправились на север. Но как защитить тайну Ахтахали? Вся команда была спасена силами природы. Она была отгоражена от мира непроходимым, вечно бушующим темным морем. Именно поэтому я думаю, что они находятся на северных островах. Но почему тогда Эльза этого не увидела, когда пыталась извлечь информацию из воды? Эльза увидела правду. Но всю ли? То, что их накрывает волна, это не доказывает их гибели. Силы природы намеренно утаили часть информации. Но зачем? А все просто. Узнав о спасении своих родителей, куда бы они отправились? В Ахтахален? Ну конечно же нет. Она помчалась бы навстречу к родителям. И она не попала бы в Ахтахален. Ошибку прошлого никто бы не исправил. И зачарованный лес так бы остался закрытым. А силы природы так и никто не успокоил. Но теперь все изменится. И скорее всего мы увидим их родителей в третьей части холодного сердца, которая запланирована на 2021 год. Я думаю, что именно эта часть окончательно ответит на все вопросы, которых стало, пожалуй, еще больше после просмотра второй части. Давайте тогда просто дождемся выхода третьей части. Я на 100% уверена, что мы еще встретимся с королевой Идуной и королем Агнаром. Возможно, за это время они создали новое королевство Северных островов. И не исключено, что у них за это время появился ребенок. Но об этом поговорим в другом видео. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые невероятные теории и факты на любимые мультфильмы. До новых встреч! Пока-пока!